ребята всем привет с вами александр вы на канале мне и сегодня я расскажу вам парочку хитростей новостей и лайфхаков касательно игры squid nifty world от без папа постараемся по-быстрому так если вы сейчас зайдете на рынок вы увидите что цены на игроков очень сильно выросли это началось вчера например вот игрок с энергия 729 выставлен на продажу за 57 bsv хотя если мы посмотрим на мою табличку то игрок с 800 энергии стоил 33 доллара то есть реальная цена этого игрока ну долларов точнее bsv 25 почему это происходит и как долго это будет длиться опять же накладки сообщества опубликовал что разработчики игры ввели новое правило они ввели блокировку nfc на 7 дней после того как ее создал игрок что это значит то есть после того как вы зашли в игру в разделе players нажали кнопку mint player то есть вы купили игрока да вот с этой вероятностью вас создался игрок определенного уровня раньше вы могли его сразу выставить на продажу то есть рынок таким образом наполнялся персонажами их можно было легко купить и продавать и цена была стабильная сейчас же когда этого нет после нажатия mint player вас появляется игрок вы можете им играть то есть никаких проблем нет но выставить на рынок вы его не можете точнее выставить вы можете но у вас его не смогут купить в течение семи дней собственно говоря это я и записал в течение семи дней после минта вы не сможете торговать игроками на маркете и перевести игрока на другой кошелек даже даже между своими аккаунтами вы не сможете перебрасывать игроков так что это очень важно имейте это в виду также следующая очень немаловажная новость что уже осталось чуть больше чем две недели ну почти 20 дней и потом начнет повышаться цена контракта на игрока это очень важно вот один доллар за один день цена на игрока будет актуальна только до 31 января потом уже с 1 февраля она будет доллар 20 с 8 через неделю доллар 40 и через две недели уже будут доллар 60 что это значит и как правильно поступать вот например у меня видите есть игроки у которых вот контракт заканчивается уже скоро вот смотрите два дня осталось осталось два дня у двое двоих моих игроков что я буду делать поскольку сейчас у меня 12 число то есть 12 плюс 15 ну точнее даже не 12 а 14 плюс 15 это будет число 29 30 то есть у меня закончится и контракты есть я куплю их на 15 дней то есть вы поняли 14 числа я покупаю контракты на 15 дней для этих двоих игроков и они у меня как раз успеет закончиться до 30 числа я смогу купить на них еще раз уже контракты на 60 дней по одному доллару то есть такой лайфхак вот если же у меня есть игроки у которых контракт заканчивается через четыре дня то я уже не успею то есть получается здесь четыре дня почти почти пять дней четыре дня 22 часа то есть смотрите это один день два дня три четыре и копейки и здесь остается тогда получается всего лишь вот 14 15 ну вот я как раз тут один день не успеваю ну а про игроков у которых контракты там на 6 дней я не успею купить контракты на 15 сейчас речь о контрактах на 15 дней чтобы успеть перекупить контракты 31 января то есть вы поняли сейчас если вы укладываетесь в покупку контракта на 15 дней покупайте контракты на 15 дней а потом в конце месяца 30 31 числа покупайте уже максимальный срок 60 дней вот эти вот игроки читили 4 дня там 6 дней ну и у кого больше через 11 дней я буду им уже покупать максимальные контракты на 60 дней они еще идут со скидкой 15 процентов то есть вы купите на 60 дней по за 51 доллар а с первого же февраля вы заплатите за 60 дней давайте уже допустим 60 умножить на 1 и 2 либо 72 доллара либо 1 и 4 умножить на 60 84 доллара либо 1 и 6 умножить на 60 либо вообще 96 долларов не знаю будет ли опять же какая-то скидка на покупку более дорогих контрактов пока что это неизвестно но цены существенно вырастают ну в полтора раза потому рассчитывайте длительность своих контрактов когда вы будете покупать следующая полезная новость например вы зашли в раздел players и хотите создать игрока а у вас кнопка не активно почему она не активно она может быть не активно по двум причина либо закончились игроки такое бывало уже один раз но обычности этого не происходит как видите сейчас доступно к созданию 5000 игроков то есть они каждых 6 часов добавляется 5000 игроков но было такой разок что замораживали создание ли еще или выкупили допустим всех здесь может быть 0 тогда никто в мире не может создавать игроков такое может быть но основная причина будет это вот как моем случае видите у меня 15 мест и все 15 мест занятых чтобы создать игрока на этом аккаунте мне нужно одного игрока либо продать либо переместить ну либо же перейти на на другой аккаунт и создавать уже там потому что здесь мест нет у меня здесь 5 автобусов они все трехместные соответственно 5 у 315 здесь у меня полностью занята я должен либо сюда переместить автобус у которого будет вместо три места четыре места либо пять у меня появится дополнительная ячеечка но опять же либо убрать отсюда игрока и тогда кнопка mint станет активная ну и платите вы за это всегда 30 долларов пересчете по курсу количество быстро будет меняться но цена в долларах всегда стабильно и вот с такой вот вероятностью вам выпадет игроки то есть всего лишь 11 процентов что вам выпадет игрок третьего уровня 35 процентов второго уровня с таким вот количеством энергии также вы можете заметить что если перейти допустим если вы создали новый аккаунт давайте мы перейдем на относительно мой новый аккаунт вы здесь увидите что у меня доступно всего лишь два автобуса и соответственно это автобус у меня простые двухместные и всего лишь четыре места игрока кстати если зайти сюда видите кнопка mint у меня активно то есть я могу создавать игроков потому что у меня четыре свободных места по автобусам если считать как же сделать чтобы у вас здесь появилось больше автобусов как у меня на первом аккаунте пять штук вам нужно хотя бы один раз нажать кнопку mint автобус но опять вы видите у меня кнопка mint не активно почему потому что место всего в аккаунте 2 и у меня эти все мест места для автобуса уже занят опять же нужно один автобус переместить отсюда нажать кнопку mint автобус он где-то в течение получаса вас после этого появится и тогда начнет идти этот счетчик давайте опять же переключаемся на мой другой аккаунт вот мы переключились как видите у меня здесь один автобус из двух всего лишь и кнопка mint бас у меня доступно но на этом аккаунте я автобус уже создавал и как видите у меня идет счетчик через один день 1 час 33 минуты у меня добавится 3 автобус ну не автобус а именно место для покупки 3 автобуса у меня здесь их было 21 я сейчас переместил на свой первый аккаунт и в общем-то каждую неделю у вас будет открываться одно дополнительное место вплоть до 5 как у меня на первом аккаунте как видите на этом аккаунте у меня у всей игры контракты всех игроков закончится через шесть дней купить им контракт на 15 дней я уже не успею придется покупать им контракты уже на 60 дней если же продолжить тематику автобусов то у нас принципе рынок заполнили автобусы наверно 1 или какой-то у нас уровень автобусы первого уровня они вообще как бы не интересно брать нужно минимум автобусы 2 уровня на мой взгляд самые оптимальные автобусы 3 уровня сейчас у них цена более не менее нормально то есть 42 доллара это я так понимаю можно купить будет и подешевле 19 дней назад ведь они стоили по 20 сейчас они по 48 бсв но курс бсв ниже в долларах примерно 40 долларов как вы видите давайте еще мы сейчас тут откроем несколько штуки посмотрим почему они продавались может увидим цену по которой ее можно будет выхватить так этот мы уже смотрели 19 дней назад тоже смотрели это все свеженькие автобусы 4 часа назад 50 бсв вот четыре часа назад его продавали был кон куплен за 45 бсв то есть 45 это у нас 45 умножить на 0 85 допом за 38 доллара можно купить сейчас третий автобус то есть ориентируйтесь по рынку и смотрите на историю транзакций тоже касается игроков вы можете увидеть когда вот четыре часа назад за сколько его продали то есть тот кто быстрый и шустрый смотрит на рынке может купить всегда дешевле то есть вы зашли посмотрели что ага все продают по 50 но вот четыре часа назад или там пять минут назад кто-то продавал за 40 такое тоже бывает последите за рынком часок-другой попробуйте поймать лучшую для вас цену также если вы все-таки решили играть более по крупному но например покупать 4 автобусы они конечно удобнее да их нужно меньше на каждый аккаунт но все равно они стоят ну космически дороже сравнении с автобусом 3 уровня то есть если за три места вы платите 40 долларов ну грубо говоря там 13 долларов за место то за четыре места вы платите 44 доллара то есть это у нас уже получается сколько там 27 примерно долларов то есть ну двукратное увеличение стоимости одного места но есть выход как сэкономить опять же есть лайфхак сейчас нет никаких запретов по поводу перемещения автобусов между аккаунтами вы можете смотрите допустим у вас на одном аккаунте есть вот сколько игроков раз два три четыре даже лучше наверно все таки считать на два по умолчанию вас два места допустим вы купили восемь игроков и хотите сюда в два автобуса их как-то впихнуть то есть вам нужно купить два автобуса по 110 долларов потому что ну три автобуса вас не влазит потому что в трех местных в два трех местных автобусах они не помещаются не хватает двоих человек а место на вашем аккаунте всего лишь два то есть третье автобусы сюда добавить не можете что нужно сделать в таком случае вы просто создаете еще один аккаунт новый в котором которым у вас будут все остальные игроки то есть на одном аккаунте выставляете 8 игроков и в нем у вас уже есть два четырех местных автобуса но у вас есть второй аккаунт на котором тоже есть еще 8 игроков но не хочется же покупать еще два автобуса по 110 долларов ну и принципе это сейчас абсолютно не обязательно вы просто заходите в игру в первый свой аккаунт где вас игроки до играете в нужную вам игру тратите свою оси энергии потом переходите в раздел bass из нажимаете отправить вбиваете сюда адрес 2 вашего аккаунта на котором у вас есть игроки но нет ни одного автобуса например и перебрасывайте туда два автобуса за это за переброску одного автобуса вы заплатите 20 центов то есть два автобуса вы перебросили заплатили 40 центов а теперь давайте посчитаем сколько раз вам можно перебрасывать автобусы чтобы выйти на его цену грубо говоря будем считать по одному автобусу 110 долларов цена автобуса разделить на 0 20 центов это 550 раз вам нужно перебросить этот автобус одним автобусом сыграть на 550 аккаунтах чтобы выйти на сцену стоимости автобуса то есть сейчас очень просто и легко обходиться небольшим количеством автобусов но если у вас есть такая задача вы на это готовы потратить немножко времени то есть у вас там 12 аккаунта и там один-два автобуса этих четвертых вот мы возможно вы его смените ли каким-то образом вы можете его просто перебрасывать между аккаунтами это очень на данный момент дешево на этом я заканчиваю рубрику новостей и коротеньких лайфхаком здесь она вам понравилась и было полезно не забудьте поставить лайк поделиться с друзьями этим видео а если вы еще не играете то обязательно переходите по ссылке в описании там есть вот такая вот прекрасная табличка ссылка на этот файл собственно со всеми расчетами окупаемостями что лучше что хуже пример моей игры все вы можете посмотреть ну и опять же есть реферальная ссылка который позволит вам сэкономить до 3 процентов от того что вы выигрываете в игре а на этом все всем пока